Ребята, всем привет! Это суровые будни, новости, которые мы с вами заслужили. Сегодня будет классный выпуск, садимся удобно, ставим лайк, готовимся писать комментарии о самых интересных новостях. А мы что? А мы начинаем! А начинаем со следующей новости. Экс-футболиста Динамаки в изборной Украины Артема Мелецкого задержали в одном из столичных ресторанов. Видео задержания было опубликовано одним из СМИ, но и видно, как люди в форме под какие-то громкие крики крутят футболиста и его друзей, прям вытягивая их из-за стола. В сети сразу разделилась аудитория на две категории. Одни не удивлены того, что Мелецкого крутят, потому что помнят его похождения по ночным клубам еще в бытности игрока Динамо. С другой стороны, говорят фейк. Наверное, снимали какой-то клип или какой-то чушь, или может быть пранк это вообще какой-то. СБУ, в свою очередь, сказали, что они якобы к этому инциденту не причастны. Телефоны футболиста и его менеджера молчат уже второй день. Но это говорит о том, что либо это действительно фейк, либо они сейчас активно договариваются, чтобы футболиста отпустили. Отдельно доставило удовольствие комментарии под этой новостью. Несколько из них я вам зачитаю. Значит, сказали, что во время задержания Артема Мелевского футбольный талант у него не был обнаружен. Ну, а другие писали, что задержали Артема, потому что ноги Кремля. Ребята, а как вы думаете, фейк или не фейк? В Украине заработало новое израильское приложение для женщин, которые боятся идти сами домой по улице. Называется оно SaveUp. Значит, приложение позволяет женщинам объединяться вокруг какой-то опасности и помогать друг другу в ситуациях. Теперь эта функция доступна и для пользователей женского пола в Украине. Значит, они смогут выполнять две роли. Как находить помощь, так и оказывать ее тому, кто оказался в беде. Там сейчас есть три функции. Значит, разговор по дороге, срочная помощь, сообщить место пребывания. Как работает эта функция по задумке авторов? Значит, женщина, которая выходит в темном переулке, давайте, например, на Киевской Борщаговке, и ей надо пройти там через парк, кладбище и стройку. Она знает, что там потенциально могут быть хулиганы, поэтому она берет, достает свой большой смартфон, звонит какой-то помощнице и идет с ней, разговаривает по видеосвязи. Тем самым, естественно, она не будет подвергать себя опасности, мол, там хулиганы, они посмотрят, и уйдут, скажут, мол, она разговаривает с подругами, а там мало ли кто. Мне кажется, все будет совершенно по-другому. То есть достанешь смартфон, останешься без смартфона. А с другой стороны, ну, если это приложение поможет, добавьте туда функцию позвонить в полицию, а не позвонить подружке. Представляю эту поддержку. Ты там, хулиганы к тебе в беде цепляются, и они такие, ой-ой-ой-ой, как нам тебя жалко. Ну, ладно, в любом случае, мы поддерживаем истории, которые должны обезопасить наших женщин. Продолжаем тему безопасности. Мэр города Камень-Каширский Волынской области Виктор Пась рекламировал то, как он лично инспектирует кризисную комнату для жертв домашнего насилия. Ну, давайте сначала объясню, что такое кризисная комната. Это такие центры, которые создаются для того, чтобы женщины, которые подвергаются домашнему насилию, их бьют мужья, могли убежать из дома и пересидеть в этом центре какое-то время, пока кризис, собственно, не уляжется. Там оказывают помощь психолога, ну и, естественно, это место засекречено. Что самое смешное, что во время своего пресс-релиза о том, как мэр инспектирует, они выдали не только, какой мэр молодец, а еще и по какому адресу конкретно он молодец. А после этого сразу дописали о том, что адрес не разглашается. У меня вот один только вопрос к пресс-службе, до какого же автоматизма нужно дойти для того, чтобы не читать вообще то, что вы пишете. Когда вы работаете в прямом эфире, особенно если вы журналист на выездах, очень часто случаются забавные случаи, например, как в украинском Мариуполе, когда во время съемок сюжета возле Ледового дворца получилось отснять совершенно другой сюжет в жанре совевал интервью. Значит, журналистка не постеснялась и пересла моментально с украинского языка в своей подводке на мат для того, чтобы отбить у товарища охоту приближаться к камере. Ну, в общем, давайте посмотрим этот эпичный инцидент, такое случается. Значит, будто я кисну картинку на своих экранах. Мужчина, ты... Какой-то бассейн, это Ледовая арена сейчас. Вы можете отойти? Мужчина, отойдите, и вы прям вот вмешаетесь. Ох, наша мама не ходит. Вы ж не умеете ли что-то? Вы можете отойти? Коля, ударились. Куда? Вот в бок. Вот. Не мешайте работать. Ты бабки получаешь, а я... А я бухаю. Идите, бушь. А ты бухаешь, да. Ну, а теперь переносимся к новостям из Верховной Рады. Там вот за последнее время был ряд интересных законопроектов, о которых наверняка вы могли и не слышать. Вот, например, совсем недавно в Верховной Раде зарегистрировали постановление о введении нового национального праздника. У нас-то праздников мало. Значит, теперь у нас будет День Украинского Борща. Согласно документу, отмечать праздник предлагается во вторую субботу сентября, что будет способствовать туристическому потенциалу Дня Борща. Ну, согласны. В сопроводительных документах постановлению указано, что его принятие усилит позицию Украины в ЮНЕСКО. Не исключено. Где рассматривается вопрос о признании борща объектом нематериального культурного наследия Украины. Привет. Водка. Борщ. Хорошо. Значит, кто же инициатор? Давайте посмотрим. Госпожа Стефанишина, Кравчук, Третьякова, ну и, конечно, Никита Патураев. Куда без них? Борщ культовое украинское блюдо – это точка дифференциации, как заявили авторы Украины. На международной арене у него есть потенциал мягкой силы. Я бы сказал, жидкой силы. Так звучит более правдоподобно. Ммм. О, мэн. О, ес, дюд. Чего не хватало в жизни? Дня борща? Давайте переносимся дальше. До свидания. Еще один недавний законопроект президентский внесен в Верховную Раду. Он об экономическом паспорте украинца. Что же за чудо это такое? Дети, которые родились в 2021 году и далее по свершению им 18 лет, будут получать от государства приблизительно 10 тысяч долларов. Даже посчитали этот эквивалент как помощь на совершеннолетие. Значит, потом ты можешь учиться за эти деньги, что-то вложить там в какое-то жилье, я не знаю, какое за 10 тысяч долларов. Ну, либо лечиться. Если заболел раньше, терпи до 18 лет, копыта не отбрасывай. И потом сможешь пофиксить свои недуги. Значит, как это будет работать? Государство взимает дополнительную какую-то аренду, собирает кучку денег, а потом вкладывает их успешно. И вот с этих процентов как раз все должно выплачиваться. Поэтому у нас с вами нет сомнений, инициатива заработает, государство еще никогда нас не наебывало. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Ну и нельзя не вспомнить про еще один замечательный законопроект о двойном гражданстве. Значит, цель это сплотить всех украинцев, которых разбросано по всему миру, а посчитали там около 30 миллионов, значит, им будут выдавать паспорта. Да, мол, если вы там украинец, или вы там женаты на ком-то, или еще что-то, но живете в какой-нибудь условной Канаде, теперь сможете получить паспорт украинца. Это то, чему иммигранту не хватало, отказавшись когда-то от паспорта. Я решил соединить предыдущий этот законопроект, теперь какой-нибудь канадец, который сможет получить паспорт Украины и родить ребенка через 10 лет, наверное, даже не приезжая в Украину, сможет нас еще оболванить на десяточку баксов. Ну, а как? Классная схема, мне кажется. Канадцы, бегом за паспортами. Мы за Украину будем воювать. Ну что, переносимся в регионы. Значит, под Одессой возвели зеркальный туалет. Зеркальный туалет строят в городе Южной Одесской области. Чудо архитектурной мысли обошлось ни много ни мало, а в целых 3 миллиона бюджетных гривен, так сообщает портал Прозора. Фасад здания туалета зеркальный, сейчас ведутся работы по подведению туда коммуникаций, ну, это логично. Отмечается, что санузел является частью будущего скейтпарка для молодежи. Предполагается, что внутри здания будут три помещения. Женская комната с тремя туалетами и раковина мужская с двумя туалетами и двумя писсуарами. Ну и комната для маломобильных групп населения с отдельным входом. Там, собственно, маломобильные группы населения, это те люди, которые часто на скейтпарки ходят, но неважно. Планируется, что рядом будет построен общественный спортивный центр. Что можно сказать? Почему вот зеркальный, спросите вы, фасад этого туалета? А потому что вот посмотрите на окружение города Южный, где он стоит. Мне кажется, эта красота должна отражаться еще и в этом здании. Ну и самое печальное, мне кажется, что и спортивный центр там хрен-то возведут, и этим туалетом все ограничится. Ну, будет у Южного своя такая достопримечательность, в которую можно сходить. Переходим к зарубежным новостям. Значит, сегодня там действительно под насыпало забавного. Врачи при помощи сапера вынули из ануса пациента снаряд Второй мировой войны. Че случилось? В Гластерширскую, Королевскую больницу, доставили мужика, у которого в жопе застрял снаряд Второй мировой войны. В общем, и врачи были очень сильно обескуражены. Посмотрели, когда определили, что это снаряд, ничего не придумали лучше, чем вызвать бригаду саперов. Пока ехали саперы, у врачи спросили у пациента, мол, как это все с тобой приключилось. Если вы думаете, что во время войны ему просто выстрелили в жопу, и он не заметил, что там остался снаряд. Нет, была другая ситуация, более правдоподобная. Мужик сказал, что у него есть привычка, он коллекционирует снаряды времен Второй мировой. И вот он шел мимо своей коллекции, упал случайно жопой, ну и прямо на снаряд, который размером ни много ни мало, 17 на 6 сантиметров. В общем, саперы абсолютно спокойно вынули снаряд, и мужик пошел домой абсолютно счастливый. Единственное, что хочется сказать, хорошо, что он коллекционировал снаряды, например, а не сами орудия. Снимать мужика с дула было бы намного неприятней. Что, ребята, жалуйтесь на нашу медицину. Я вам сейчас расскажу интересную дичь из Австрии. Пациенту ампутировали не ту ногу. Суд города Линц в Австрии оштрафовал на 2700 евро хирурга, которая по ошибке ампутировала правую ногу пациента вместо левой. Причем это все весь факапом вскрылся лишь через два дня, когда к деду 82-летнему пришли и сказали, что ампутировали не ту ногу, теперь ему надо ампутировать еще одну. Забавно или трагическое, как хотите, так и считайте, что суд присудил еще 5000 евро компенсации жене, а она не дожила до этого суда. То есть 5000 евро выплатить теперь даже и некому. Как отреагировала больница? Они провели инструктаж, сказали, что там, в общем, изъяны, а на суде хирург сказала, что она не знает, почему так получилось. И все дружно перед дедом извинились. Вот такая медицина там, а вы еще жалуетесь. О боже! Готово! Мы спасены! В чем дело? Другая нога. Новости спорта. Власти Соединенных Штатов решили бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Администрация Байдена, как они заявили, не будет отправлять дипломатических и официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 22-го года в Пекине. Так заявила пресс-служба секретаря Белого дома Дженнифер Псаки. Отметил, что спортсменов эти ограничения не коснутся. Китай не растерялся и сказал следующее. Мы, говорит, в принципе, вашу делегацию официальную и не приглашали. Поэтому не хотите, не едьте. Нам пофиг. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Ребята, это были суровые будни новости, которые мы с вами заслужили. Поэтому ставим лайк, пишем комментарии, какая новость вам понравилась больше. И обязательно подписываемся на канал, кто не подписан. И я побежал собирать новый выпуск. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok